Итак, когда рушатся внешние опоры, то на что многие люди опираются? То, что когда-то служило надёжной защитой. О каких опорах вообще идёт речь? Снаружи или внутри? Как можно опираться на то, что не проявлено или невидимо? Ум же хочет всё время что-то пощупать, увидеть, но так уже не работает. 99% людей говорят, сначала покажи мне Бога, и тогда я поверю. Но, похоже, сейчас принцип меняется на 180 градусов. Сначала веришь, потом видишь. И хорошо, если мы зададимся вопросом, а происходили ли такие изменения с нами раньше. Может быть, в истории наших семей мы видели уже такие кризисы. А может быть, в истории страны. Или если взять глобально, в истории человечества в целом. И тогда хочется обратиться к психологии. Может быть, это то, что сейчас будет такой поддержкой. И в психологии есть такой момент, как кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста. Я несколько слов об этом скажу. В возрастной психологии кризис среднего возраста считается 28-35 лет. Считается, что к 28 годам человек или личность человека сформирована. Человек знает, по каким принципам ему ориентироваться в этой жизни. С кем он дружит, с кем не дружит. Кого любит, кого не любит. Но к 28 годам личность состоит из чьих убеждений? Из их. Значимых взрослых, родителей или учителей. Тех, кто нам когда-то рассказал об этом. Не так ли? И эти убеждения мы приняли за своим. То есть наша личность, она как будто идентифицировалась или отождествилась с этими убеждениями, которые мы стали выдавать за своим. Но если я вам задам такой вопрос. Откуда вы знаете, что на красный стой, а на зеленый иди? Кто вам первый раз об этом сказал? Ну, наверное, кто-то из родителей или значимых взрослых. Не так ли? И вы не оспаривая этот порядок или это убеждение, на красный стоите, а на зеленый едете или идете. И тогда порядок жизни течет, и вы чувствуете себя безопасно. То есть это некие правила или некие порядки жизни, которые служат нам как безопасность. Но если вы вдруг воля изъявите, проверить этот порядок и перебежать на красный или проехать на красный, воля ваша, вы имеете право. Но тогда вы встретитесь и с рисками или с обратной теневой стороной этого порядка. А мы знаем, что у всего есть обратная сторона или теневая сторона. Так вот, к 28 годам, когда сформирована личность, Бог или высшая дружественная сила, в которую вы верите, говорит, ага, давай теперь проверим, действительно ли это так. И все, за что вы цеплялись, начинает рушиться. Вы цеплялись за родителей, родители говорят, ну ты уже взрослый мальчик или девочка, ты уже вырос, пожалуйста, давай следуй в свою взрослую жизнь самостоятельно. Вы цеплялись за семейные узы, за брачные, за партнерские, вдруг семьи начинают рушиться и партнер уходит из вашей жизни. Вы цеплялись за деньги, деньги вдруг начинают обесцениваться или утекать сквозь пальцы. Вы цеплялись за друга, вдруг начинает предавать. Все, за что мы цеплялись или все, с чем мы отождествлялись, вдруг начинает рушиться где-то к 30 годам. И вдруг вы обнаруживаете, что вы на полном пепелище. То есть то, что было опорой связи, дружба, семья, имущество, деньги, подушку. Это уже вопросы такой зрелой личности или взрослой личности. И вот те ответы, которые взрослая личность начинает находить, проживая свои личные опыты, исследуя эти вопросы, вот те ответы становятся вашей внутренней опорой. И с этой опорой вы уже пойдете дальше в свою взрослую жизнь. Это называется самоанализ или саморефлексия. И без самоанализа или без саморефлексии взросление личности не происходит. Рано или поздно хорошо задаваться этими вопросами. Итак, задаваясь этими вопросами, мы начинаем осознанно контролировать свои мысли и чувства. Не выдавать реакцию, которая заложена у нас на таком рефлекторном уровне, а осознанно слушая свой отклик, регулировать или контролировать свои мысли или свои чувства. А человечество находится сейчас под колпаком из собственных несовершенных мыслей и чувств. И, конечно, сейчас самое время начать разгребать завалы этих несовершенных мыслей и чувств. Может быть, уменьшить потребление новостной информации. И больше доверять своим чувствам и своему внутреннему отклику, который дает реакцию на действительность. И это я отметила вот в этом слайде, который сейчас перед вами. И мы можем двигаться дальше. И я хотела дальше вам рассказать о структуре личности. Да, вот этот вот слайд, он такой немножко сложный, но, пожалуйста, обратите на него внимание. Здесь представлена структура психики в трансперсональной психологии с позиции психосинтеза Асаджиоли и аналитической психологии Карла Густава Юнга, которые дали нам такую схему наглядную, и мы можем ее сейчас разобрать. В психологии мы делили нашу психику на три области. Низшее бессознательное, среднее и высшее. Или эго, суперэго и низшее бессознательное. И мы видим, где цифра К1 у нас стоит, это низшее бессознательное. Там у нас все инстинкты, влечения, страхи, травмы, базовые потребности нашей психики. Может быть, даже подавленные страхи, то, что личность не принимает. Во второй зоне это среднее бессознательное. Повседневная деятельность ума и воображения. Это то, что мы усваиваем ежедневно, проживая свой простой день. Наш усваиваемый опыт. Третья зона в этом яйце, или в ауре, или в структуре личности, это высшее бессознательное или сверхсознательное. Там у нас находятся такие компоненты, как интуиция, вдохновение, высшие чувства, героизм, талант. В центре нашего существа, вот в поле номер 4, в поле сознания, непосредственно осознаваемая часть личности. То, что мы называем центр своей души, мысли, чувства, ощущения, там, где происходит анализ и оценка. Это что-то сокровенное, это находится где-то в середине нас. Там же вы можете увидеть пятая зона. Это то, что мы называем сознательное личное я, или центр нашего сознания, который воспринимает все нижние уровни, верхние. Именно из этого центра формируются в течение жизни и составляется наш смысловой стержень. Стержень сознания личности. И когда мы сейчас говорим об опорах или о внутренних опорах, то хорошо, если этот стержень смысловой, он простраивается. Это не то, что нам достается от родителей или на уровне инстинктов. Это труд личности искать смыслы, задаваться вопросами, искать ответы на эти вопросы. И сегодня я вам хочу предложить две медитации. Одну я назвала медитацией примирения, а другая медитация называется «На берегу озера». Это тогда, когда мы пойдем за внутренними смыслами, те смыслы, которые являются нашей опорой. И возвращаясь к предыдущему слайду, мы остановились на пункте... На пункте... Нет, нет, пожалуйста, да, назад верните. Вот-вот, вот здесь, на пункте 6. И я сказала о высшем сверхличном Я. Посмотрите, это вот как звездочка там у нас наверху, или в верхней чакре. Это наше истинное Я, которое возвращается в точку сборки после того, как мы сильно расширяемся. А где мы расширяем свое сознание? Мы расширяемся в медитации, в трансе, в гипнозе, в психологических техниках, в различных психотехниках. Мы расширяемся во сне, не так ли? Когда наше тело спит, а сознание уходит в другие мерности, где мы видим сны, сновидения. Либо мы осознанно используем сновидения для того, чтобы взять ресурс. Какой? Может быть информационный. Тогда мы идем в верхний мир, к своим духовным учителям, наставникам. Либо мы считываем информацию вот из этого седьмого плана, или седьмой области, которую Карл Густав Юнг назвал коллективное, бессознательное. Или энергоинформационное поле. Это в терминах современной духовной психологии. Если привести пример, вы помните, такой был ученый, великий ученый Никола Тесла. И когда у него спрашивали, откуда вы берете все свои научные достижения, откуда вы знаете эту информацию, он говорил, это не моя информация. Вся информация есть вот в этом седьмом плане в нашей схеме, в энергоинформационном поле. Нужно просто подключиться, через вот эту шестую точку, или через вот этот выход. Подключиться или сонастроиться, или проложить мост между сознательным или бессознательным, между личным и коллективным. И если есть эта связь, или есть этот мост, может быть, это и становится нашей внутренней сначала опорой, а потом из этой внутренней опоры мы идем во внешние связи. Как? Доброжелательно. И я прошу следующий слайд включить. Посмотрите, какую картинку здесь я для вас подобрала. Это дерево, оно отражается в озере или в том водоеме, на берегу которого оно растет. Что внутри, то и снаружи. И нет сомнений, что этот мир является отражением человеческого сознания. То, чем мы являемся внутри, так мы себя представляем, позиционируем вовне. И, конечно, когда мы меняем свое сознание, мы становимся более совершенными для того, чтобы притянуть или сонастроиться с информацией из тонкого плана. То, о чем говорил Никола Тесла.